здравствуйте ребята сегодня у нас урок математика и очень интересная тема садитесь поудобнее а если с вами рядом висит циферблат то будет вообще замечательно итак мы с вами начинаем что же такое время в современном мире ребята это очень важно мы должны знать во сколько начинается урок сколько минут мы должны варить яйцо когда рейс следующего самолета или когда начнется наш любимый фильм и для этого нам понадобится прибор который называется часы тихо тикают часы стрелки длинные усы час за часом каждый день им ходить совсем не лень давайте мы сейчас с вами в первую очередь вспомним о назначениях этих стрелок у нас есть часовая стрелка она маленькая и движется очень медленно есть минутная стрелка она движется чем быстрее чем часовая и совершает оборот за 60 минут минутная стрелка делает полный оборот за 60 минут это говорит о том что прошел один час но как же нам это с вами доказать а вот как давайте минутная стрелка от цифры до цифры проходит 5 минут а если мы с вами посмотрим на циферблат то увидим что у нас 12 цифр ах вот она и математика 12 умножить на 5 сколько у нас получится верно 60 вот мы с вами и доказали что в одном часе 60 минут это было проще простого часовая стрелка за 60 минут проходит расстояние от одной цифры до другой помните я говорила вам что она движется очень медленно но минутная стрелка движется быстрее и поэтому всего лишь проходит один час минутная стрелка от цифры до цифры проходит за пять минут и глядя на циферблат мы можем сказать прошло пять минут от трех часов но это неверно нужно говорить правильно пять минут четвертого а если два раза по пять минут пройдет у нас стрелка то это прошло уже 10 минут ребят и нужно говорить правильно 10 минут шестого вспомнили мы об этом с вами говорили во втором классе а теперь давайте потренируемся и попробуем определить время по часам кто-то уже может мне ответить да слышу слышу все верно конечно же ровно три часа я очень довольна вашими ответами а сейчас верно 6 часов согласно а а сейчас два часа ну пускай либо ночи либо дня не важно самое главное что вы правильно определили время 10 время когда пора ложиться спать согласны со мной молодцы запомните это время а теперь внимательно вспомните как я вам говорила что расстояние проходит стрелочка за пять минут где у нас сейчас большая стрелочка молодцы прошло 15 минут но 15 минут какого правильно первого маленькая стрелочка сдвинулась совсем на немножечко и прошло всего лишь 15 минут какие вы у меня умные о вижу ответы слышу ответы замечательно конечно же 25 минут десятого посмотрите как все легко и просто я довольна вами а сейчас 30 минут 12 что вы ребят так нельзя говорить 30 минут не говорят говорят половина двенадцатого вспомнили отлично молодцы я знала что вы меня не подведете ответьте теперь на вопрос сколько сейчас времени 30 минут восьмого умничка нет конечно же половина восьмого а сейчас половина третьего согласна а сейчас половина одиннадцатого ночи или дня если дня то идет урок а если ночи то вы уже смотрите следующий сон молодцы я довольна вами если минутная стрелочка пересекла получасовую отметку то время можно назвать уже двумя способами кто-то скажет 11 часов 40 минут а кто-то скажет без двадцати двенадцать это тоже будет правильно я с вами согласна вот нам об этом и подтверждает наш с вами слайд молодцы время вы вспомнили вы знаете у нас есть единая таблица измерения единиц времени если вы посмотрите сейчас на слайд то вы увидите что мы теперь записываем немножко другие обозначения но это для нас не ново мы знаем что в одном часе 60 минут в одной минуте 60 секунд а в одних сутках 24 часа я вижу ваши довольные лица потому что вы это вспомнили но не думайте все не так просто сейчас я проверю как вы сможете выполнить мне задание на закрепление готовы начинаем работа по учебнику странице сто шестьдесят четыре задание номер три внимательно не торопимся выразите в минутах один час двадцать пять минут ох я уже вижу руки молодцы что нужно сделать конечно же вспомнить что в одном часе 60 минут молодцы а еще что правильно а потом добавить еще двадцать пять минут 60 минут плюс 25 минут и сколько мы с вами получим 85 минут отлично результат верны дальше будет сложнее но я думаю вы справитесь два часа 30 минут молодец два раза по 60 все верно математика точная наука два раза по 60 потому что в одном часе 60 минут и плюс 30 минут все верно 60 умножить на 2 плюс 30 произведение чисел 62 равно 120 и плюс 30 получается у нас с вами 150 минут молодцы выразив часах здесь уже абсолютно другое задание нужно быть очень внимательными одни сутки 6 часов кто вспомнил кто сколько в сутках часов 24 все верно но не забывайте что у нас еще есть 6 часов и что же у нас получается 24 часа плюс 6 часов и в сумме нам это дает с вами 30 часов отлично молодцы двое суток 12 часов что значит двое суток правильно два раза по 24 часа и плюс 12 часов проверяем произведение чисел 24 2 и плюс 12 что же нам дают в ответе 48 часов плюс 12 и конечный итог 60 часов посмотрите как все просто если очень внимательно и вдумчиво работать то не допустите абсолютно никаких ошибок я очень довольна сегодня нашим с вами уроком и даю вам домашнее задание она будет очень интересным но обязательно повесьте перед собой циферблат и вспомните про стрелочки и как они бегут и с какой скоростью домашнее задание учебник страница 164 номер 7 и 8 я желаю вам удачи до свидания ребят